Следующий Здравствуйте, доктор Жалуйтесь Да я похвастаться А, ну тогда Будьте здоровы Продолжать свою работу В прямом эфире Радио Вести Плюс Луганск У микрофона Юрий Сведерский У нас в студии гость Кандидат медицинских наук Доцент кафедры инфекционных болезней И эпидемиологии имени Валерия Фролова Луганского государственного Медицинского университета Имени святителя Луки Игорь Баскаков, Игорь Николаевич Здравствуйте Вот свежие данные опубликовало Министерство здравоохранения Луганской народной республики По состоянию за сутки 1 июня 2020 года Вновь на территории Республики не зарегистрировано Ни одного нового случая Заболевания коронавирусной инфекцией Ковид-19 Всего по состоянию на 9 часов утра С сегодняшнего дня 2 июня Выписан 321 человек И по-прежнему К сожалению, есть летальные случаи Их 6 Минздрав напоминает Что при первых признаках УРВИ, конечно же Необходимо обращаться за медицинской помощью На горячую линию Или по телефону К участковому врачу Также соблюдать режим самоизоляции Ну вот Также можно вспомнить Что Двое суток подряд 25 и 26 мая Также Были Такие же результаты Плюс Ноль К счастью По территории всей республики Потом был незначительный рост Но не более 8-9 случаев в день И вот Третий раз подряд Буквально за неделю Ноли О чем это говорит? Это говорит Прежде всего О том Что идет Эпидемия Пандемия На спад Как мы видим Это и в соседней Братской России Там плата уже есть И В других регионах Где фиксировались Случаи Ковида И у нас Это Подчиняясь Так скажем Законам Эпидемиологии И Усилиям Которые Прилагались Министерством здравоохранения И руководством республики Наша Эпидемиологическая ситуация Приходит Стабилизировалась Сейчас будет Я думаю Приходить К норме Вот Очень много Разных факторов Назывались Ранее За счет которых Ожидается Стабилизация Ситуация Снижения Заболеваемости Это и Кто-то говорил Вирус Выдыхается В частности Так говорил Геннадий Онищенко Когда-то Работавший Главным Санитарным Врачом Российской Федерации Да Возглавлявшем Роспотребнадзор И Говорили О коллективном Иммунитете Все Конечно Ждут Эту Вакцину Вот Минздрав России Сообщает Сегодня утром О том Что Ожидается Вакцин Специалисты Завершат Клинические Исследования Образца Вакцины От Ковид-19 До конца Июля Сейчас Они Начинаются На Добровольцах Об этом Сообщили В Минобороны Российской Федерации Для проверки Безопасности И эффективности Отобрано 50 Военнослужащих В том числе 5 Женщин Добровольно Изъявивших Желание Принять Участие В апробации Современного Препарата Говорится В сообщении Которое Цитирует Интерфакс Вакцина Против Коронавируса Разработана С участием Российских Военных С 48 Центрального Научно-исследовательского Института Минобороны России На базе Этого Института Будут Проходить Клинические Испытания 3 июня Планируется Заезд Первой Группы Военнослужащих Добровольцев В специальное Медицинское Учереждение При 48 Центральном Научно-исследовательском Институте Для Предварительного Прохождения Углубленного Медицинского Обследования Вопрос Может быть Возникнет У обывателя Одно дело Врачи А при чем Здесь армия Объясните Пожалуйста Вот этот механизм Когда действительно На помощь врачам Приходят Армии Минобороны Прежде всего Наши военные Врачи Лучшие врачи В мире Так скажем Это еще Когда До В прошлом веке Так скажем Противоочимная Вакцина Самая лучшая До сих пор Остается Которая была сделана Нашими военными Медиками Вот И Так скажем Лаборатории У них Очень прекрасные Все время были Это и Бак оружия Которая Создавалась Так скажем Нашими противниками И Против него Мы делаем Защиту Прежде всего Это вакцины Поэтому У них наработан Большой опыт И поэтому Ничего странного В том Что это Военные медики Это В этом нету Вот И вакцина Конечно Это Самый эффективный Способ борьбы С эпидемией Вот Но единственное Что ее Можно применять Когда эта эпидемия Закончится В данный момент Ее Если даже Ее создадут Мы должны Дождаться Пока стабилизируется Ситуация Эпидеситуация В нашем регионе Или в России Везде Где Нужно будет Применять Эту вакцину Ну да То есть Тот самый Термин Та самая же Логика При которой Прививаться от гриппа С симптомами ВРВ Абсолютно Бесполезно Может быть даже Вредно Здоровье И тут же То что говорил Эпидемия Вирус выдыхается Это и Никифоров Говорил Но это относится К тем вирусам Которые уже изучены А этот вирус Достаточно И не изучен Поэтому Трудно сказать Как он себя ведет Почему Потому что Тяжелые случаи И в начале Наблюдались Эпидемии И сейчас И в середине И в конце Тоже наблюдаются Тяжелые случаи А все-таки Как вы считаете Какой из факторов Больше способствует Тому Что уменьшается Или стабилизируется Количество Выявляемых случаев И в России И в Луганской Народной Республике Это Или сознательность Людей Которые Все-таки Надели Масочки Обрабатывают руки Если торгуют То в перчатках Или это Действительно Что называется Вирус выдыхается Или это Элемент Коллективного иммунитета Хотя тут Тогда вопрос возникает Ну не так ведь много На самом деле Заболевших Не 60 И не 70 Процентов От населения Нет Это вот То-то дело Что заболевших Здесь трудно Сосчитать Даже не заболевших Инфицированных Да Инфицированных За счет бессимптомных Тоже может быть Коллективно Недавно Это уже Ну неделю назад Как только Начали Определять Антитела В Москве Там выявили 12% У людей У которых Есть антитела Не 12% А что переболели Правильно Поэтому Все-таки Здесь Сочетание Факторов И Иммунитет У некоторых Которые Перенесли Бессимптомно И Особенности Мы же не знаем Может Есть ряд Населения Которые Толерантны К этому вирусу Это еще не исследовано Вот Есть Вариаты Что это Персистирующие Мы же тоже Не всех Не поголовно Мы обследуем Коронавирус Поэтому Тут Сочетание Факторов Вот И Мер Защиты Так скажем Которые Мы предупреждаем Заражением Перчатки Маски И Социальное Расстояние И Иммунная система Тоже работает Но Это работает По-разному Да Совсем Правильно В чем Особенность Или можно сказать Главная опасность Ковида 19 Неужели Кроме тех Факторов риска Курения Ожирения Сахарный диабет Например Эти люди Да В группе риска А Неужели Вообще Невозможно Предугадать Как поведет Себя иммунитет И Образно говоря Этот вирус Может свалить Здорового Здоровяка Человека С большой массой Тела Не имеющим Жалобы Или наоборот Пройти мимо Кого-то Уставшего От жизни Это вот То что Относится К толерантности Толерантность Это устойчивость Невосприимчивость Бывает Это еще не исследовано Просто-напросто Поэтому При некоторых Инфекциях Вот есть люди Которые Невосприимчив Вообще К определенной Инфекции Есть понятие Особенности Иммунного Ответа Бывает Здоровый Молодой Человек Он более Тяжело Переносит Инфекцию Чем Пациент Такой Рядом Сопутствующих Заболеваний Так скажем Почему Потому что Здесь У человека С таким Выраженным Гиперимунным Ответом Развивается Тот называемый Цитокиновый Каскад Который Приводит К гибели Ну То есть Очень сильный Иммунный Ответ Так скажем Развиваются Аутоиммунные Процессы Вот почему Допустим Гидросий Хлорохин Назначается Вот таких Случа Почему Он Аутоиммунный Процесс Как раз Забедляет Ну Поэтому Здесь Нюансы Такие Есть И Поэтому Каждый Человек Переносит Любую Инфекцию Особенности У каждого Инфектора Особенности Иммунного Ответа Свои И Это пройдет Не один Год Чтобы Мы уже Вирусную Инфекцию Какие Особенности Иммунного Ответа На коронавирусную Инфекцию Как бы Вы Оценили Влияние На успешность Борьбы С коронавирусной Инфекцией В России Вообще На постсоветском Пространстве В связи С тем Что Где-то Мне попадались Такие Данные Что Кроме Как в Советском Союзе Раньше Эпидемиологов И не Учили То есть По сути Врачи Такой Специальности Были Только В Советском Союзе Совершенно Правильно Это еще Основа Профилактической Медицины Заложена Сечным Семашкой Извините Вот Который Именно Организация Задрахания Основывала На принципе Предупреждение Заболевания Не Именно Изначально Что лучше Болезнь Предупредить Чем потом Лечить И поэтому Наша Санэпидослужба Это самая Лучшая Санэпидослужба По большому счету Вот когда Союз развалился Я как-то Мне пришлось в Кистане Побывать По брюшному тифу Там Санэпидосстанции Не было Вообще Она развалена Благодаря тому Что у нас Сохранилась Санэпидослужба У нас Вот такие показатели По Так скажем Управлению Эпидситуацией Овладением Эпидситуацией И в России И у нас В ЛНР А может ли Это потом Привести Опять же Не сейчас Не сразу Пока Естественно Все ищут Кто виноват Какая страна Там Трамп Называет Вирус китайским Китай подает В суд В ответ И так далее И так далее Ну вот когда Перестанут Делить Перестанут Сколько сейчас 140 стран Устроили гонки За вакциной Кто первый Ее сделает И кто Соответственно Естественно Они это Бесплатное дело Другим странам Не подарят Это вопросы Больших-больших Денег Когда-нибудь Когда это Закончится Повлияет ли это На то Что Российских Медиков Попросят Все-таки Делиться Опытом И придется Вот как Оказывали Помощь Некоторым Европейским Странам Сейчас Российские Военные Да Также Оказывать Методическую Помощь Да и Практическую В обучении Эпидемиологов Другим Странам Это Вообще Вероятно Здесь еще Большой фактор Играет политика Большую роль То есть Здесь Это наше Российское правительство Оно Сказало Что мы будем Помогать всем Независимо От политической Ситуации А в других Странах Я думаю На это Не все Пойдут Поэтому Тут очень Большой Большая Доля Политики А так По большому Счету Действительно У нашей Медицины Есть чему Поучиться Это показали Вот последние События Развития Эпидемии В Америке То есть В западных Странах И у нас Ну вот Касательно Вакцины Да Они заявляли О том Что когда Она в России Будет Протестирована И выйдет Что называется В серийное Производство То она не будет Продаваться Свободно В аптеках Она будет Поступать В больницы Для того Чтобы С ней Имели дело Врачи Только Квалифицированно По Показаниям Ее Применяли И использовали Потому что У нас люди Что любят Больше всего Послушать Бабушку Дедушку Соседей Почитать Ютуб Или на Крайний случай Спросить Окей Гугл А Другие страны Наверное Ну едва ли Кто-то Если сделает Вакцину Первым То действительно Возьмет И подарит Ее Поделится Маловероятно Поделится Но дело в том Что Исторически Даже любую вакцину Когда только Поступала Вот так Создавалась Продажа Она не поступала Это Последнее время Так скажем Что Появились Некоторые Вакцины Которые Имеются В свободной Продаже Все А так Вот Которые Плановые Приюки Существует Календарь Плановых Приюков Они не Продаются В аптеке Ну а Когда Только Началась Тема С коронавирусной Инфекцией И опять же Те же люди Которые Ну Местами склонны К паническим настроениям Они же побежали В аптеке Сметать с полок Все противовирусные Все антибиотики Спирт Все настойки И так далее И так далее Как вы Как Кандидат Медицинских Наук Врач Инфекционист Эпидемиолог Относитесь К такому Явлению Как Самолечение И Чем Опасно Вот это Вот Пошел Посоветовался В лучшем случае Если люди Советуются С провизором С первостольником А так же Может быть Опять же С соседями И все Ну да Дело в том Что это отрицательно Однозначно Отношусь Почему Потому что Здесь очень важно Время От момента Заболевания И начала лечения Если Даже Вот Человек поверил Что вот Мне кто-то поставит Я попробую это Он попробовал Не помогал Второй попробовал А время упущено И развивается Всякие Могут развиться Осложнения Всякие И вплоть до летальных Исходов Тут важно Момент не упустить Почему Когда Протокол Лечения От ковида Создавали Шесть вариантов То есть Каждые Менялись Улучшались И В последнем Варианте Вот именно Время начала Лечения Очень важно Вот Прямо начали До начала Развития Пневмонии Даже так скажем Клинических Проявлений Если начать Лечить вовремя Человек Выздоравливает Быстро И без последствий Вот Здесь Очень важно И опять же Советы Тут Ну Бывают люди Которые Совсем Ужас Какие-то Сами это дают На голову Не натянешь Поэтому Лучше Обращаться Всегда К специалисту Это народная Мудрость Пусть сапоги Сачает сапожник Пироги Печет пирожник А Больные Обращаются К врачам Есть люди Которые Ведь еще Принципиально Не пьют Лекарства Сделанные В лабораториях То есть Продукцию Химфармзаводов Лечатся Травками И чуть ли не Заговорами Ну Да Не Ну тут Смотря что Лечить Так вот Бывает ситуация Что Бывает и лечить Не надо Просто хорошо Поговорить С умным Мудрым Человеком И все То есть Провести сеанс Психотерапии Потому что Психосоматику Еще никто Не отменял То есть Человек просто Испугался И он Начинает Себе Копаться И Находит Массу Болячек Это еще Джером Клапка Джером Описал Свои Трое лодки Не считая Собаки Когда Сэр Генри Читал Большую Медицинскую Энциклопедию Нашелся Все Болячки Кроме Родильного Горячки То есть Здесь Важны Еще Психологические Настрой Поэтому Не все Болезни Можно лечить Советами И народными Средствами Чего ждут Врачи Эпидемиологи Инфекционисты Потому что Хорошо конечно Когда плюс ноль Плюс ноль Новых заболевших Ежедневно Еще лучше Когда две недели Подряд А еще лучше Когда будет Еще и больше Чем две недели Многие говорят Что Лето Лето Нас спасет Почему На чем основывается Такая уверенность Или такой оптимизм Ну Лето Это потому что Оно уже вот наступило И уже Мы видим Что Снижается Уровень заболеваемости Смертности И Так скажем Все приходит В русло Которому мы привыкли К жизни Жизнь приходит В русло Которому мы привыкли И врачи тоже ждут Что мы В конце концов Начнем принимать Плановых больных Начнем Лечить Каждый Свою патологию И Коронавирус Так скажем Будет у нас Как обычная РВИ И когда он станет Как обычная РВИ Вам-то скучать Как инфекционистам Эпидемиологам Явно не придется Нет Другие Инфекционные заболевания Их масса Вот Сейчас тоже Сезон Опять же Уже человек пять Позвонили Что клещи укусили Что делать Поэтому здесь И каждый сезон Сейчас опять Кишечные инфекции Могут повышаться Уровень кишечных Гепатит Никуда не девался То есть Они у вас Сезонны Как календарь Совершенно правильно Некоторые инфекции Владают сезонным Характером Вспышечная Заболеваемость И сезонность Есть заболеваемость И сезонная заболеваемость Поэтому Ну и вот На что С наступлением Июня С наступлением Этой По-настоящему Первой Жаркой погоды Ждать Бояться Ну а лучше не бояться Знаете Осведомлен вооружен К чему готовиться Людям На что обращать внимание Потому что С одной стороны Все переключились На маски Мытье рук Или перчатки И дистанцию А Не останется ли За этим забыто Что-нибудь Или упущено Из виду Не Ну я не думаю Что Люди Которые дисциплинированно Носят маски И перчатки Что-нибудь забудут В своей санитарологической Повседневной жизни Так сказать Гиены Это же гиена Она есть гиена И она должна быть Постоянной Вот А Ожидать чего Ну опять же Кишечная инфекция Подъем заболеваемости Может быть В жаркое время Но опять же Если человек Соблюдает Санитарологические Правила И Ему это не грозит Ну вот А если Не дай бог Где-то что-то Мы всегда На месте На посту Ну я желаю Вам в этом удачи Благодарю за то Что пришли к нам В эфир И рассказали И о прогнозах И об ожиданиях Ну и конечно Напомнили Нашим радиослушателям О том Какие меры Нужно соблюдать И чем опасна Беспечность Напомню У нас в гостях Был кандидат Медицинских наук Доцент Кафедры Инфекционных Болезней И эпидемиологии Имени Валерия Фролова Луганского Государственного Медицинского Университета Имени Святителя Луки Игорь Баскаков Приходите к нам Еще А вы друзья Оставайтесь На нашей Частоте Следующий Здравствуйте Доктор Жалуйтесь Да я Похвастаться А Ну тогда Будьте здоровы